Задача, поставленная президентом краины перед древоопрацовчей Голиной Беларуси по импортозамещению, пошуку новых рынков сбыту и забеспечению рентабельности працы на мосту Дреу, полностью выполняется. Одно из буйнейших предприемств прошло шлях становления от завода, заснованного в 1927 году по выпуску авиационной фанеры до сучасной могутной вытворчасти. Дякуючу указу номер 529, мосту Дреу за 10 годов провел полномасштабную модернизацию и переоснащение. Сегодня открытое акционерное товариство, якое мая выгодное географичное размещение, заявляется одним в Беларуси вытворцам полных артикулов продукции. Татьяна Грышук расскажет. Мосту Дреу включены в холдинг, який объединил 9 предприемств древоопрацовки, лесонарыхторча и 1 оператора парализации продукции. Функции керующей компании ускладены на датчинную структуру Банка развития Республики Беларусь. Больше за 80% продукции предприемства у холдингу поставляется на экспорт в больших 40 краях света. Треба означать, что мастовский завод традиционно займает лидирующие позиции. Это стало максимумом, благодаря контролю якости продукции и укоронению передовых технологий. Тут функционуют два цехи – фанерный и плит МДФ со штатом полторы тысячи человек. В перспективе реализация еще одного проекта и створение новых працовных мест. Чтобы жить и работать, надо развиваться. Если на какой-то стадии, когда производство это древнее пришло в упадок и государство подставило плечо, то мы сегодня уже достаточно стойкие. И дальнейшая модернизация происходит уже за счет собственных средств. Мы буквально уже второй месяц начали реализовывать свой проект дальнейший. Вот вы видите план, схема строительства лесопильного завода. Предприятие постоянно модернизируется, не стоит на месте. Это большой плюс. Всегда обновляется оборудование. Что-то устарело, закупается лучшее, самое новое, качественное. Фирмы видели японские, немецкие. Коллектив также слаженный, дружный. Предприятие городообразующее, поэтому все работники здесь друг друга знают. Выходя на работу, они стабильно выполняют свои задания плановые, даже стараются перевыполнять. Это зависит их зарплата, их образ жизни. С момента модернизации мостов древа у 2015 объем вытворчасти был повеличен у троя. Доля товарной продукции у района склала 80%. Кировничество предприятия с такими показчиками бережливо ставится до працаного коллектива. Так, недавно тут была установлена линия по просованию фанеры. Новое обсталевание не только дозволило повеличить себе выпуск на 10-15%, але и полегчило працу 120 работникам. Супрацовники ценят такую увагу. Это тое, что треба шановать. И рабить все махшимое, как сбережцы стабильность и упэвненность у завтрашнем дни. Многие со своими мыслями в голове, может быть, но ни один не покинул рабочее место. Они же понимают, что завтра на его место худо-бедно придет другой на такую заработную плату. Мы говорим так, что рабочее место – это святое. Все люди взрослые понимают, что семьи кормить надо. Поэтому никто никогда не пытался прервать производство. И на данный момент все люди согласны с тем, что надо работать, зарабатывать, кормить свои семьи, кормить еще часть завода, так как у нас только два цеха производящих, продающих продукцию. На сегодняшний день в подчинении 18 человек. В ближайшие месяцы планируется набирать новый штат, потому что приедут шеф-монтаж немецкие специалисты. И для обучения нужно набирать операторов, которые уже непосредственно будут принимать участие в монтаже и обучении. Настроение даже, учитывая небольшой коллектив, позитивное. Люди настроены на плодотворную работу для того, чтобы получать достойную заработную плату и жить, и радоваться дальше. Дякую, что под тримцей державы древоопроцовщая Холина Беларусина была новой импульс развития. За прошлые годы предприемство прошло модернизацию усих основных вытворчостей, побудовало новый завод, экипо спехово працуя и выпуская конкурента с дольную продукцию. Полепшенные вытворчие умовы администрировались и на заработной плате коллективу. Зараз она складает 1170 рублей и своечасово выплочивается. Заявление нового цеха и сучастных обсталявания протягнуть взятый курс на развитие.